Здравствуйте, я шеф-повар Илья Лазерсон. Это программа о здоровой еде. Не думайте, что мы здесь готовим какую-то лечебную еду. Здесь готовим нормальную, вкусную, здоровую еду для нормальных людей. Мне в этом помогает Елена, моя соратница и ученица. Здравствуйте, я, конечно, умею готовить, но вкусная еда получается совсем не полезной, а полезная еда, ну уж вовсе невкусная. Очень хочется совместить эти два понятия, поэтому я с удовольствием сажусь за парты кулинарной школы. Спасибо, я учитель, сенсей, такой мастер. Это моя кличка. И сейчас, как всегда, я попрошу Елену прочесть рецепт для того, чтобы мы вместе с вами, дорогие друзья, его осознали, переварили и поняли, чем мы сегодня будем заниматься. Салат из целятины с омлетом. Вам понадобится целятина, растительное масло для жарки, яйца, сладкий перец, базилик, кедровые орешки и оливковое масло. Целятину нарезать тонкими ломтиками, обжарить и остудить. Сладкий перец нарезать ломтиками и обжарить. Яйца слегка взбить, обжарить в виде тонких омлетов, сворачивая каждый, пока горячий, и давая в таком виде остыть. Омлеты нарезать поперек, под углом. Смешать телятину, перец и омлет. Часть омлета оставить для украшения. В блендере обработать кедровые орешки и оливковое масло до состояния однородной пасты и заправить этим салат. Итак, внимание! Все услышали рецепт, и все сейчас должны понять одно. Мы готовим салат. Не суп, не варенье варим, не пироги печем. Салат. Главные ингредиенты этого салата – что, Лена? Телятина и омлет. Правильно, Лена. Ну что ж, мы живем как в коммунизме здесь, на кухне, потому что все, что нам надо, есть в холодильнике. И Лена является проводником между мной и коммунизмом. Поэтому, если бы вы могли, взять нужные продукты, и мы приступим к делу. Я туда. Вперед к победе коммунизма. Телятинка, телятинка. Интересно, почему именно телятину? Почему, например, не взять бы нашему учителю говядину? Сейчас пойдем и спросим. Нелегкая задача – достать столь хрупкие продукты из холодильника. А почему мы берем телятину, мастер? Почему не берем говядинку, например, какую-нибудь? Можно взять говядинку. Но телятинка – более здоровое мясо, более диетическое мясо, поэтому берем телятинку. А завтра возьмем говядинку, когда она вырастет. Телятинка – это еще дедоросль такая. Ну что, мы поняли, что мы готовим, мы поняли, какие у нас основные продукты. Давайте начнем… Нарезать телятину. Этим займусь я. Я здесь все-таки мужчиной работаю, поэтому я буду заниматься мясом. Это мужской удел. Тогда я буду заниматься перцем. Перцем. Совершенно верно. Вы сначала, Лена, его очищайте. Я посмотрю на вас на всякий случай. За ней нужно очень присматривать внимательно, потому что она умеет готовить, безусловно, но вот порой мне приходится ее останавливать или, наоборот, подгонять. Я вот пытаюсь сейчас под пристальным оком мастера и наделать ошибок. Хотя, с другой стороны, может быть, хорошо, когда я наделаю ошибок кучу, потому что нас заодно научат, как делать правильно. Я очень хочу, чтобы нас смотрели девушки, которые мечтают выйти замуж. Потому что статистика показывает, что сегодня, буквально через несколько дней замужества, возникают уже проблемы, поскольку девушки не умеют готовить. Я живу для таких девушек. Я женат, я не для вас, девушки, я уже старый. А я живу для того, чтобы вам помочь. Потому что меня однажды один мой ученик назвал спасителем несчастных невест, потому что я умею спасать невест от неудачных браков, потому что я их учу готовить. Так что спите и слушайте, дорогие девушки. Зачем же спать? Девушки уже взбодрились. Пока девушкам скажут, что они могут выйти замуж вообще после этой программы, я думаю, что спать они теперь не будут точно. По крайней мере, во время передачи. Вдоль пополам... Нет, вот у меня все случилось так, как надо. Да, да, конечно. Вдоль пополам, а потом такими вот полукольцами, в общем. Вот так. Полукольцами. О, вот так. Ну, как-то мне так неудобно. Неудобно. Вот так, наверное, полукольц. Девушки, по коже резать тяжело, но в данном случае нам иначе не получится. Удобнее перец резать, когда он лежит мякотью вверх. Но в данном случае Лена права, поскольку мы тогда можем разломать перец. Правильно я говорю? Конечно, учитель, вы всегда правы. Ну вот. Это не крупные? Нет, это очень хорошо. Хорошо у нас. У меня появились шансы выйти замуж. Кстати, а что делать, если мужчина умеет готовить? Вот в этой ситуации как поступать тогда? Тогда не надо уметь готовить. Ну, мужчины, кстати, любят готовить. Вот обычные мужчины, которые не поворотные, как я, они любят готовить. Но все равно ведь мужчина не может делать это постоянно. Мы очень нетерпеливые и непостоянные люди. А женщины вот отличаются выносливостью и постоянством. Поэтому в любом случае женщина, ну, просто обязана уметь готовить. Получили руководство к действию. Начинаем. Обжаривайте этот перец. Вот вам, Лена, растительное масло. Вот вам сковородка. Вот вам плита. Вот вам мастер на всякий случай. Спрашивайте, если что-то... Мастер, как включить плиту. А я уже включил. А я займусь мясом. Это мякоть. Я нарежу мясо поперек волокон. Знаете, почему мясо надо нарезать поперек волокон, а не вдоль? Ни черта вы не знаете. Я вам сейчас расскажу. Это не просто так придумано. И это никто никогда не объясняет. А почему же надо мясо резать поперек волокона, а не вдоль? А знаете почему? Это не связано с какими-то чудесами. Это связано с тем, что такое мясо удобнее жевать. Вот ни одна книга об этом не пишет. Почему, я имею в виду, не пишет? А мастер вам скажет, просто удобнее есть. Хотите, чтобы вам неудобно было есть? Нарезайте вдоль волокон. Ешьте поперек, если неудобно как это. Не ешьте поперек мастера мяса, ешьте вдоль. Вот сколько масла я должна налить? Масло налейте тонким слоем. Налейте, Лена, масло. Это уже не так страшно. Ну а если я переборщу? Может быть, будет слишком много жира? Если вы переборщите, я вас оставлю на второй год. Вообще, я хочу сказать, что перспектива остаться на второй год наших кулинаровщиков не пугает как раз. Да, очень даже радует. Надо сделать что-нибудь такое неправильное, чтобы остаться на второй год и научиться еще чему-нибудь. Ну вот. Возвращаю ваш пуган. Будем мясо экономить. Будем тренироваться. Вот я нарезал его тонко, видите. Но все равно я его для гарантии немножко отобью. Большой ломтик такой получается. Я его немножко отобью, чтобы все-таки мясо было помягче. Нет, Лена, я его нарезал еще не до конца, на самом деле. Я его именно в таком виде хочу отбить. Вот. Я его буду отбивать испытанным способом, с помощью специального мясного молотка. Отбойного молотка. Но я сделаю, в общем-то, распространенную вещь. Не я ее придумал, честно скажу. Не все я придумал в кулинарии, на этой земле, так сказать. Я буду бить мясо через пленку. Это было до вас в 14 веке. Да, через пленку, потому что тогда мясо будет целее, не будет рваться. И я буду чище. Потому что, знаете, вот есть такие домохозяйки, придешь к ним на кухню, а вот то место, которое находится у рабочего стола, так называемый кухонный фартук, вот такое вот место, оно все заляпано жиром, какими-то вот кусочками мяса застаревшего уже, потому что они не смотрят за кухонной стеной. Чтобы избежать этого, лучше вот так, знаете ли, в частности, мясо отбивать через пленку. Сам чище, и кухня чище. Бесценный секрет от мастера, бесценный. Вместо того, чтобы отмывать кухню, мы вот драгоценное время экономим на этом. Вот, когда у вас вы бьете мясо на доске, она лежит на столе, важно, чтобы между доской и столом была какая-то прокладочка. Она у нас с Леной всегда есть, потому что мы кладем доску на мокрую салфетку, чтобы она по столу не скользила. А когда вы бьете мясо, это тоже важно, потому что тогда есть, как это правильно сказать, такой амортизатор некоторый. Цепление хорошее. Чтобы мы не так бьем по самому столу, не так давим на стол. Я, видите, буду бить сразу целое, много кусков мяса буду бить. Я их разложил на доске. Вот, видите, я за один раз отбил сразу много кусочков мяса. Они получились большие-большие. Лена, вы можете уже заниматься перцем, не увлекаетесь так уж. Я забыла вообще про перец, честно говоря, потому что увлеклась процессом. И видите, и молоток у меня чистый, его мыть не надо, потому что я же не по мясу им бил, а по пленке. А вот теперь мастер нарежет мясо. Я его нарежу тонкой соломочкой. Жарим перчик, жарим мясо, говорим, что это здоровая еда. Учитель, вы нас разыгрываете. Я вас не разыгрываю, потому что мы жарим перец не до корки, а так, чтобы он погрелся в масле и изменил сам немножко свой вкус. Я считаю, что вкус у перца, который готовили, более благородный, чем у перца сырого. Вот сюда вот, если мы это потом... Прекрасно. Блестящая идея, я вам скажу. Как вы догадались? Это, знаете ли, вот уже приобретенные знания мне подсказать. Я возьму сейчас вот такое вот сферополусферическое сито. Ага. Для того, чтобы перец откинуть на него, чтобы стек лишний жир. А зачем два? Нет, это я одно взял, просто они вместе лежали. Хотя, хотя... С одного сито на другой. Тише, перекидайте. Чего, весело получилось. Все, все, все. Вы тут игрушки не играйте, это все-таки кухня. Тут это ж не шутка вообще вам говорят. Ну, тогда, не знаю, тогда, может быть, как-то вот куда-нибудь думаю все. Это все? Уже откидывать? Да, все, Лена, откидывайте, потому что готово. Теперь сковородку эту не мойте. Не моем сковородку, не моем. Не надо ее мыть. Ну, у нас осталось там какие-то частицы масла. Ничего, ничего, в стороночку пока сковородку. И теперь возьмите... Теперь возьмитесь за яйца. Принимайтесь-ка вы за яйца, возьмите-ка вы... А делать-то с ними? Знаете, сколько? Штучек шесть яиц. И, в общем, разбейте их. Ай, правильно. Раз. Будем считать все вместе. Раз. Маэстро. Раз. Я исполняю буквально для вас. Мы будем сейчас делать омлет. Мы будем... Омлет-белок. И телятина тоже белок. Ну, какой-то такой у нас салат, получается, сочетание интересное. А что, в белке что-то плохое есть? А как же нам? У нас есть, вот, например... У нас с вами, Лена, у обоих есть волосы, есть ногти. Да? У нас есть кожа. Мы же должны... Мы же должны расти. Нам нужен белок. А как можно без белка жить? Без белка нельзя жить, потому что мы сами состоим из белка. Такой полезный салат. Белок. Это полезная вещь. Например... Посолим мы немножко. Многие хозяйки любят в омлеты добавлять соду, чтобы так вот это поднялось. Ну, я жалею таких хозяек, которые любят добавлять соду, потому что у меня поднимается и без соды. В смысле омлет? Да, но мы сейчас делаем немножко не тот омлет, который вы сейчас пытаетесь описать. Мы сейчас делаем омлет такой блинчатый для салата. И мы, не добавляя в него молоко, это будут просто яйца. И все. Вот капельку соли. Так что, Лена... А вот теперь нам пригодится сковородка из-под перца. Да, да, мы не будем ее мыть, потому что был перец. Я чуть-чуть добавлю растительного масла. А как вообще определить степень нагретости сковородки? Готова ли она? Можно пальцем ее потрогать, чтобы убиться, что она горячая. Ну, а что? Вот так, так, раз, так, наливи, да? Надо, Лена, в одной руке держать сковородку, а в другой держать половник. А это должно стоять на столе. А как... И потом мне еще переворачивать это, что ли, надо? Ну, а мне, что ли, переворачивать? Ужас какой-то. Посмотрите, что приходится делать. Теперь мне лопатка. Вот надо немножко его подцепить, так, чтобы убедиться в том, что ничего здесь не пристало. Вот так пройтись вниз, от стенок вниз, к самому зеркалу сковородки. Потом можно вот так вот потрясти, посмотреть, двигается ли он, так сказать, живет ли он на этой сковородке. Да я в жизни не переверну этот блин. Я вас не призываю переворачивать в воздухе, как блин. Амлет тяжелее, чем блинчики переворачивать в воздухе. Ну, как будем переворачивать? Давайте думать только быстрее, потому что горит. Ой, не знаю, не представляю, лопатку под... Берите, переворачивайте. Вот и все, вот прекрасно, вот и все. Вышло, получилось, получилось. Давайте большую плоскую тарелку. Делаем такие омлетные блинчики. Вот, правильно, миска с яйцами на доске. Одна рука держит сковородку, другая уцепилась судорожно за черпак. Не-не-не, надо так нежнее все это делать. Вы как-то так все... Как будто первый раз. Вы знаете, вот это я делаю первый раз. Честно, я совсем... Блины из омлета я никогда еще не пекла. А пока блин горячий, вы должны... Надо его завернуть. Да, вы должны его завернуть. Хотите, я заверну, если вы боитесь тепла? Нет, вот этого я как раз уже не боюсь. Вот так вот просто. Да, заверните его и уложите так, чтобы он лежал швом вниз, чтобы он зафиксирован был. Ой, какая красивая. Переворачивайте. А я, видите, здесь сильно разогреваю масло. Мне надо очень быстро поджарить мясо, чтобы оно, опять же, не переготовилось. Вот как мы переворачиваем омлет одним движением. Оказывается, просто... Честное слово, пугал этот процесс. Сначала просто пугал. Но талантливое руководство настоящего мастера своего дела творит чудеса. Спасибо. Ну что ж, не захваливайте меня, все равно не поможешь. Елки-балки, я так рассчитывала. Снимаем. Снимаем. Так, омлет сделаем в четыре руки. Как собачий вальс получается. Вы сначала налейте какую-то часть жидкости, а только потом начинаете вращать. А вы начинаете вращать сразу с первыми... Я налила. Вот так, да, и теперь... Раз, раз, раз. Добавьте еще немножко, потому что чуть маловато. Вот. На один еще, я думаю, нормально будет, да? Да. Вот как раз мы сделали из шести рис таких четыре омлетных блинчиков. Смотрите. Смотрите. И для торжественных случаях. Он хорош всегда, неважно, для завтрака, для обеда, для ужина. Это сытный салат, как вы понимаете. После него долго есть не будет хотеться. Гости меньше съедят, если начать их кормить таким салатом. Яиц в этом салате достаточно много все-таки. А холестерина достаточно много. Здоровая еда. А холестерин. А холестерин. Здоровая, да? Холестерин. Холестерин не стыкуется. Что вам мастер может на это сказать? Правда. Вы когда-нибудь видели, кто такой этот холестерин? Нет. Лично не представлю. Вот я тоже почему-то никогда его не вижу. И никто его никогда не видел. Это как электрический ток. Он вроде бы есть, и вроде бы бьется. А его никто не видит, этот электрический ток. Так. Я не знаю, что такое холестерин. Тем более сейчас очень все скользко. Одни ребята, ну, остепененные всякими там ученостями, говорят, что, ребята, есть холестерин, оказывается, хороший, а есть плохой холестерин. Вот. А есть какой-то, наверное, средний между ними. Так что, наверное, тут эта штука есть, которая, наверное, как-то откладывается где-то у нас в сосудах. Угу. Но это все еще бабушка на двое сказала. Мы должны понимать, а с чем это можно есть так, чтобы не откладывалось. А вот телять она, может быть, не откладывает. Угу. То есть вот это на сочетание-то. Так что... Это я сейчас, конечно, все придумал. Но я говорю действительно о том, что этим холестерином сегодня люди запуганы просто. Все ходят и трясутся целыми днями. Думают только о том, господи, сколько я сегодня холестерина съел, да. Не знаю. Это все тем более зависит от индивидуальных особенностей человека. Это же очень важно. Но мы готовим некоторую усредненную здоровую еду. Во всяком случае, здесь нет ничего страшного. Здесь мы ничего не пережгли, никаких у нас корок нет, мы ничего не подвергали какой-то дикой температурной обработке, что не очень хорошо. Мы находимся в рамках приличия и в рамках подходов к приготовлению здоровой еды. Так что, спите спокойно. Вы с того, как нормально будете есть? Ну что ж... Соединять начинаем или еще рано? Нет, теперь вы должны нарезать омлет. Красиво. Теперь омлет нарезать. Красиво. Значит, как там написано в рецепте? Ну-ка, напомните мне старику. Там как-то написано под углом нарезать. Поперек. Наразим. Поперек под углом. Вот так. Поперек это вот так. Только под углом я имею. Не надо нож держать под углом. Нужно держать всегда перпендикулярно. Да, а как же тогда под углом? Сейчас объясню. Подумайте. Как под углом нарезать омлет? Поперек, а не вдоль. По представлению не имею. Давайте покажу. Вот я бы, я бы вот как-то так. Нож держите. Вот, 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 вот так. Это называется под углом. Я стала искать решение более сложной этой задачи. Вот так, да? Под углом дайте мне краешек съесть. А вот по толщине. Вот так пойдет? Примерно как бы перец нарезали. Ммм, вот так. Прекрасно. Так. Вот как красиво, правда, смотрятся эти штучки такие, да? Да. Вот смотрите, как у него красиво получается. Посмотрите, а? А вот почему под углом? Почему нельзя было просто... А потому что так красивее. И все. Исключительно из эстетических соображений, да? Ну, конечно. Так. Ну что ж. Так. 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 И нарезаем мы все, да? Да, нарезайте все омлеты. А я, смотрите, беру сосуд. Вы работаете, спите и слушайте, Лена. Я беру кедровые орешки. И оливковое масло. Немножко оливкового масла. Я смешаю сейчас это все, ну, меня превращу в пюре с помощью блендера. А это нам что даст? Это нам даст хорошую заправку. Соус. Чтобы мы этот салат сдобрили, чтобы он был блестящим и сочным. Скажите мне, что еще кедровые орешки это вредно? Я не могу сказать, что кедровые орешки это вредно. Я могу сказать, что они полезны. А вот чем они полезны, я хочу спросить у вас. Ну, они полезны, потому что они, знаете, там же, это же все из шишки, это же все хвоя. А хвоя всегда, знаете, так немножко консервирует человека. То есть она, очевидно, что задерживает процессы старения. Вот, у меня получилась такая куча нарезанных омлетов. У вас получилась куча. Можно просто так уже съесть, и будет очень вкусно. Значит, берите большую часть этой кучи. Кучу эту куда? И складывайте большую часть этой кучи в миску, а часть оставьте для украшения. Да, в миску большая часть кучи. Я вот измельчу все. Вот если я один омлетик оставлю для украшения, этого будет достаточно? Ну, в миску большая часть кучи. Какой интересный и какой захватывающийся процесс приготовления этого салата. Берите там туда же перец теперь, Лена. Перец. Перец туда же. И теперь берите мясо. А мясо так быстро прожарено, Илья? Оно так быстро жарится, готовится, да? Оно хорошее, оно прожареное. Оно не переживаю. Может, попробовать кусочек? Я его не солил при жарке, чтобы сока меньше выпускало. Правда, хорошо? Сочненько. Не сырое совсем. Вот я сделал заправочку. Заправку с салатом. Ой, всего так мало? Всего чуть-чуть? Ну, много не надо. Мы посолим. Ну, ложечкой бы, наверное, все-таки там... Помогите себе ложечкой, конечно. Заправочкой-то. Помоги себе сам. Называется. Так, вот. Перемешивайте все это двумя приборами теперь. Почему двумя? Так эффективнее перемешивать салаты. Мы меньше нарушаем целостность ингредиентов. Да, он с омлетики такие получается. Я сейчас достану, кстати, еще хочу взять... Вот. Немножко салатных листиков. По цветам выходит у нас здорово. Красный перчик, телятинка, желтенький омлет. Такой яркий получается салатик с мясом. Ну, сейчас постелим сюда листики. Сделаем такое ложе зеленое. Так, все. Все получилось. Мясо у нас при этом не соленое. Омлетики у нас чуть-чуть присоленные, да? Я же посолил салат. Да, пока я наливала тут заправочку. А то пустила. Тут глаз да глаз нужен просто буквально, чтобы впитывать все советы. Есть! И вот теперь выкладывайте салат. На серединку так. Красиво получается. А если бы мы взяли и сырой, например, перец туда добавили? Что было бы? Пострадал бы вкус салатом? Было бы хуже, потому что лично мне нравится вот так. Вы имеете право добавить сырой. Он, наверное, будет не совсем уместен. Вот, а потом, а уже вот этими омлетами мы можем, да, расположить вот так по краю, по бортику нашей тарелки. Очень так спокойно, свободно, не выдерживая никакой симметрии, просто положить его по бортику. Вот так вот. Вот мы сделали салат, собственно. Давайте-ка мы приготовим еще один салатик. Мы будем готовить его так же долго? Быстро, читайте рецепт. Нежинский салат. Вам понадобятся огурцы, репчатый лук, лавровый лист, спиртовой уксус, черный перец, растительное масло, сахар и соль. Огурцы промыть, нарезать кружками, сложить в эмалированную кастрюлю. Добавить с нарезанной кольцами лук, специи, соль, сахар, масло и уксус. Нагревать при перемешивании до изменения цвета огурцов. Дать остыть в кастрюле, затем переложить в стеклянную банку и хранить на холоде. Очень известный советский еще салат, который продавался всегда в банках. Нежинский салат, потому что нежинские огурцы – это Украина. Очень интересный сорт. Мы сейчас сделаем этот салат быстро, чтобы есть его всегда можно было на кухне. Тащите-ка мне огурцов. Огурцов мне тащите и лука. Такое количество лука на такое количество огурцов – ничего себе нежинский салатик. Такой странный все равно какой-то салатик у нас, маэстро, получается. Огурцы, лук и... Дайте мне одну луковицу, а вы нарезайте кружочками, можно чуть наискосок огурцы. Штучки три. Я режу лук. Так. А какая толщина должна быть? Ну, как рубль, как российский рубль. Не твердая валюта, хотя в последнее время и тоненькая, в принципе, нарезочка. Да, быстро режем лук, быстро режем огурцы, и все у нас готово. А для чего нам этот салатик нужен вообще? Что в нем такого? Это вкуснейшая вещь. Это вкуснейшая вещь. Он готовится через тепловую обработку. Для чего нужен? Для еды я рискну предположить, что он нам нужен. Нет. Ну, просто что-то в нем такое полезное, наверное, есть. Мы же говорим о полезности еда. Ну, огурцы – это вода, это не вредность вообще. Лук и огурцы, ну что тут? Что тут такого? Тут ничего вредного, во всяком случае, нет. Значит, полезно. А какие огурцы для этого салатика нужно брать? Зеленые. Огурцы бывают разные, они бывают разных сортов. Нужны желательно, конечно, короткоплодные огурцы, а не длинноплодные. Смотрите, что я сюда кладу. Лук, три лавровых листа и хорошую, так сказать, пригоршню черного перца. Да? Горошком прям. Да. Да, прямо горошком. Вот и весь салат, собственно. Это похоже на засолку огурцов. Нам такие малосольные огурцы получаются. Огурцы сюда в кастрюлю. Почему название это салат? Если тепловая обработка идет, вот такая огурцов с луком вместе. А вот вы же не знали такого салата? Нет, не знала. Вот, когда вы его узнаете, вы без него уже не сможете жить. Мы будем готовить его достаточно часто. Смотрите, теперь растительное масло. Так это серьезно, не жалею. Так, растительное любое или можно... Любое растительное, неважно. Соль. Сахар. Вы никогда не ели неженский салат из банки? Нет. Она не ела неженский салат из банки. Я потеряла полжизни бездарно. Хорошо, что я попала сегодня в кашку. Уксус какой? В данном случае винный. Можно спиртовой. Спиртовой столовой можно? Можно. И вот теперь мы это все готовим, помешивая, до того, как огурцы изменят цвет. И как часто, как быстро это произойдет? Ну, это будет мгновенно. Ну, вот, собственно, все. Огурцы чуть уже поменяли цвет. И все? Да, и все. Все готово? Да, мы их недолго не готовим. Давайте вот такую миску. Вот это мы все, конечно, должны остудить. В холодильнике. И это очень здорово. Ой, как пахнет. Всего ничего. Казалось бы, простые огурцы. Ну, и песня такая огуречная. Давайте по традиции подводить итоги. Сформулируйте мне буквально пятью словами по каждому блюду, что вы запомнили, что вам кажется в них хорошим. Телятина, омлетики, перец, прижаренный слегка. И заправка из кедровых орешков и оливкового масла. Это здорово. Следующее блюдо. Так быстро. Очень быстро. Огурцы, лук, перец горошком и лавровый лист. И чуть-чуть винного уксуса. И вы получите потрясающий салат, который называется Нежинский. Вот так, я удовлетворен. Вы сдали зачет. Спасибо. Мы эффективно поработали на кухне. Вы что-нибудь научились сегодня делать? Да. Я научилась делать интересный, вкусный и сытный салатик один. И очень легкий, простой в применении, но очень такой интересный на запах. Пока на запах. Я уже предвкушаю, что это будет. Салат Нежинский. Ну и слава богу. Слава богу, что Лена поняла, что мы сегодня не зря с ней трудились на кухне. Поэтому я тоже буду спать спокойно, потому что я выполнил свою функцию. Функцию мастера и проповедника здоровой еды. А также хочу вам сказать, что мы здесь порой действительно чему-то учимся. Мне очень приятно это делать для вас, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Желаю вам вечного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»